Там в основном молодежь, на 14-х, на этих. Права тут получили, думаю, они умнее всех. Геннадий Березников имеет большой водительский стаж. Только на станции скорой помощи он работает более 20 лет. За это время и видел многое, и в свой адрес слышал немало. Им надо, и нам надо. Хочется не скандалить, но не получается, мы всегда и рад подъехать, и некуда. Постоянно же так получается. Яркий пример того, что машины скорой помощи, которые едут с включенной сиреной, игнорируют другие водители, произошел в октябре прошлого года. Тогда врачи экстренно направлялись в деревню Дмитриевка, где человек упал с высоты. Но на перекрестке Химиков-Корабельное в карету скорой помощи врезалась Нексия. Я на зеленый тронулся, я не заметил этого скорого. Этот случай потом рассматривали в суде, изучали кадры видеорегистраторов, провели экспертизы. На днях слушание завершилось. Правосудие встало на сторону врачей. Второй там был, по-моему, ребенок с высокой температурой. Тоже не пропустили, там подсарапали бок машины, там такие моменты были у нас. Не говоря, что это то, что машину повредили. А так-то полно постоянно жалуются водителей, что не пропускают, что ругаются, что вот так. Стоит отметить, что есть и те, кто напротив помогает работе скорой. Вот последний случай. Реанима-мобиль застрял в сугробе. На своих машинах этот, вытаскивали, сцепляли этот спорт на десятки. Молодой парень под меня вытаскивал на своей машине. Но таких людей мало. Зачастую спецбригадам приходится сталкиваться с автохамами, которые, видимо, просто не понимают всю серьезность ситуации. Ведь работающая сирена – это не прихоть водителя. Ее просто так включать нельзя. Маячок дает понять, что у врачей на спасение человеческой жизни остается мало времени. Не можем, скажем, прибежать на полкилометра, скажем, или оттуда нанести на носилках больного к машине. И оборудование, аппаратура еще в машине не находится. Просто так же пустую не окажешь помощь там на месте человека. Поэтому наверняка правильно раскачали ситуацию по средствам машинной информации. Это телевидение, радио, везде уже об этом говорят. Наверняка надо доводить до людей, что это же не прихоть, скажем, медработников, чтобы быстрее ехать по дороге, а для того, чтобы пойти быстрее 20 минут, не более. Поэтому наделить специалистов скорой помощи особыми полномочиями и приравнять их к специальным службам является очень действенной мерой. А в идеале люди должны понимать, что машина скорой помощи едет к человеку, которому срочно требуется помощь. Или наоборот, они везут человека в больницу на операционный стол. Так что задумайтесь об этом. Александр Комаров, Рафаэль Ракипов, Новости НТР.